Балаковские пловцы-подводники вернулись с медалями из чемпионата Европы. В соревнованиях в составе сборной России участвовали трое балаковцев. И они принесли в копилку команды шесть медалей, две из которых высшего достоинства. Их завоевала Мария Князева. Остальные четыре медали на счету Дмитрия Калоярова и Алексея Смирнова. «Я лично плыл три дистанции. Это зоны, звезда и ориентиры. Удалось завоевать медали на двух дистанциях, на зонах и на звезде по третьему месту. На соревнованиях данного уровня я участвовал впервые. Соперников узнал своих тоже первый раз. У юниоров в первом почти везде был венгер. За вторые и третьи места оборвалась активная борьба. Сначала вода была очень горячая, тяжело было плавать. Жарко было, а потом погода наладилась, все было хорошо». Алексей Смирнов – дебютант на соревнованиях европейского уровня. В сборную он попал в этом году, отличившись на чемпионате России в Новосибирске. А вот его коллега по команде Дмитрий Калояров уже участвовал в чемпионате Европы. «Видимость достигала порядка четырех метров. Это, в принципе, довольно-таки приемлемая видимость. Я бы даже сказал, отличная. И вода была достаточно теплой. Хотелось бы, конечно, попрохладнее, когда ты плывешь, и тело не охлаждается, очень жарко плыть. Сильными странами являются, конечно, это мы, Россия. Также не отстают от нас Германия, Чехия. В этом году мальчик из Италии очень хорошо начал выступать, показывать достойные результаты по сравнению с прошлыми годами, подтянулся, также приспевать за нами. И, конечно, в Венгрии». Спортсмены находились в Венгрии почти две недели. И за это время они успели прочувствовать на себе все прелести проживания в маленькой европейской деревне. «Венгерская деревня для отдыхающих. И те, кто приезжает из стран Шенгена, у них как бы по Шенгену свой интернет, а у нас большой роминг за это, и приходилось где-то там пытаться поймать Wi-Fi, подкидывать телефон, чтобы СМС-ка отправилась». А еще нашим спортсменам пришлось понервничать. Прямо перед заплывами один не нашел свою моноласту, а у второго пропал буйок. «Ну да, это, конечно, нервы попортило, но, тем не менее, это никак не сказалось на результате. То, что они хотели, могли показать они. Мы вышли из положения, никто не пострадал. Сын позвонил и говорит, что они нашли наши пропавшие вещи, и они у них, и, в общем, они готовы вернуть». Но, несмотря ни на что, команда показала достойный результат. «Хочется всегда всяких там разных высот, еще больше и больше, но если так не жадничать, то вполне себе показали достойные и ребята, и взрослые. Наша команда наиболее часто на пьедестал поднималась, российская». Сейчас в Балаковской спортивной школе по водным видам спорта на отделении подводного плавания тренируются около 140 пловцов, и некоторые ребята показывают очень хорошие результаты. А участвовать в соревнованиях Балаковским спортсменам помогает давний партнер спортшколы «Саратовская ГЭС». «Хотелось выразить слова благодарности своему тренеру СИЗО «Рима земли» и нашему спонсору «Комбайнеру с Гидро». «Гидроэнергетики» оказывают спонсорскую поддержку спортивной школы по подводным видам спорта в рамках благотворительной программы «Чистая энергия» уже более 10 лет. И это не только выделение средств на поездки, но и на ремонт здания школы, а также на приобретение оборудования.